Верную, твой единого Бога, Царь, Вседержителя, Творца неба и земли, Видимым же всем и невидимым. В 91-м году святейший патриарх Алексей первый раз прибыл в Новосибирск. Везде звучало слово «возрождение». И действительно, после 70 лет безбожия, бездуховности в нашей стране начала возрождаться вера. В 20-м веке были такие чудовищные гонения на православие. И, казалось бы, вся мощь государства была обрушена на святую церковь. Но еще отцы в первые века христианства заметили, что кровь мучеников есть семя церкви. И возрождение обязательно будет. Это же было время исповедничества. Владыка Никифор приехал, вообще не было епархии. А здесь, в Новосибирск, уже многие почувствовали, что это центр. Пересечение дорог, значит, тут быть большому городу. И удобно отсюда было распространять влияние на всю Сибирь. Все приходы Русской Православной Церкви перешли в обновленчество. И когда приезжает митрополит Никифор, сразу массовое возвращение в Русскую Православную Церковь было. Владыка Никифор, он, конечно, заложил всю основу епархиальную. И вот он служил в храме, выходил, садился на крыльце и принимал народ, сидя на крылечке. Владыка Сергий Васильков – это первый епископ-мученик. Владыку Сергия в 1937-м расстреляли, и до 1943 года епископа не было. Кафедра вдовствовала. В 1943 году сюда направляет митрополита Варфоломея Городцова. И он, несмотря на то, что это был старец за 70 лет, он ездил по всем приходам, укреплял верующих. Владыка Нестор, который в 60-х годах был, он камчатский миссионер. Естественно, что очень авторитетный архипастер. И важно было укрепить народ в стоянии, в вере, в том, что возрождение будет, что надо потерпеть те трудности, которые существуют. Превладыке Павле Голышеву, который был репатриант из Харбина, он возрождает монашество. Мы не на пустом же месте это делаем. Тут поле до нас делалось, возделывалось и собиралось здесь большие урожаи. Поэтому мы не говорим, что идет насаждение христианства, идет возрождение. ПЕСНЯ В Новосибирске впервые за все время советской власти был построен Вознесенский кафедральный собор. Освящен он был в 1988 году в год тысячелетия крещения Руси. И здесь было все. И певческая школа, и псаломческая, и катехизаторская. И здесь была семинария, была подготовка священнослужителей, и они проходили здесь практику. То есть все сохранялось в Вознесенском кафедральном соборе. И когда появилась возможность, сразу священники, которые служили здесь, пошли в новые молитвенные дома, в храмы. И те прихожане активные, которые ходили в Вознесенский кафедральный собор, они стали составлять первые активы новых приходов. Представьте себе, вот общество знания, сколько было человеку в Новосибирске, как вы думаете? 200 тысяч человек. Вот какую мощь государственную приходилось выдерживать в церкви. Сила-то Божия, она совершается в немощи. В этом-то как раз и весь секрет божественного присутствия в церкви, что небольшими силами церковь делает свое дело. Потому что Господь, самое главное, стучится в сердца всех людей и призывает их на путь спасения. Нас ради человека, нашего ради спасения, Шиша Господь и Бесс, И воплотившегося в сердцу по святой манителю, Ибо человечество... В 90-м году еще Новосибирская епархия, можно сказать, это была пятая часть Советского Союза. Здесь два края были, Красноярский и Алтайский. Здесь был Кузбасс, Томск, Хакасия, Тува. В 90-м году началось разделение, разукрупнение епархии, и она разделилась на шесть новых епархий. И эти епархии разделились на метрополии, и их количество увеличилось сразу в 3-4 раза. На территории Новосибирской епархии никогда не было монастырей. Сейчас семь монастырей в нашей метрополии, пять мужских и два женских. Кроме семинарий, Богословский институт готовятся не только кадры священнослужителей, но и также готовятся звонари, иконописцы, катехизаторы, всоломщики, регенты. То есть все те должности, которые нужны церкви. Самое главное, что церковь востребована. Многие люди, которые серьезно относятся к жизни, понимают, что дело-то не в экономических успехах и не в развитии технической цивилизации. Дело в душе человека. И чтобы воспитать нового человека для новой России, конечно, необходима церковная традиция. Церковь говорит о том, что человек не только должен Бога полюбить, чтобы быть полноценным христианином, верующим человеком, он обязательно должен полюбить образ Божий, своего ближнего. Мы стараемся посещать и тюрьмы, и больницы. Везде, где человек нуждается в добром участии, в теплых христианских руках. И это участие помогает обществу сплотиться. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И вовстреча до третий день по Писанию, И вовшача до на небеса и сидяща отисную Отца. И в пакет грядущего со славою судите, Живыми мертвыми Гожи Царствию не будет Отца. В 1994 году все поняли, что особенно в эти годы перестройки трудно селу. Поезд памяти. Эта акция получилась. Поехали и артисты, поехали священнослужители, деятели культуры. Традиция настолько укрепилась, что этот поезд стал ходить каждый год. И вот уже более 15 лет ежегодно по большому маршруту, по кольцу охватывает тысячи жителей Новосибирска. Но теперь к этому поезду еще прибавился целый диагностический центр, поезд здоровья. Выезжает еще много и социальных работников, врачей. Миссия расширяется, и многие люди получают от горожан помощь и поддержку. Естественно, что в советское время люди боялись принимать крещение. Да и храмов не было. Было много некрещенных. И когда стал поезд памяти ходить по области, то по несколько тысяч человек мы крестили каждый год. За эти 20 с лишним лет вообще в нашей области и городе мы крестили около миллиона человек. Последователей православия в нашем городе и области очень много. И, конечно, ни одна ни политическая партия, ни общественная организация такими цифрами не может оперировать. А церковь-то с основой своего бытия считает стояние в правде. Церковь говорит, что духовная культура начинается с совести человеческой. Такой человек, живущий по совести, он не будет воровать. Такой человек не будет убивать, потому что есть заповеди, и он старается им следовать. Он понимает, что он живет по правде, честным трудом. У каждого человека душа по природе христианка. И те, кто ищет истину, те, кто ищет правду в жизни, они становятся носителями духовной культуры, церковной культуры. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ